Добрый вечер, коллеги. Давайте проверим звук. Напишите, пожалуйста, перед началом, хорошо меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюс. Отлично. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре, на нашем еженедельном вебинаре из курса «Технический анализ по системе Price Action», который проходит каждый понедельник в 19.30, на котором мы делаем обзор основных инструментов согласно торговле по системе Price Action. Представлюсь. Меня зовут Исааков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets, работаю с такими регионами, как Россия, Украина, страны СНГ, то есть, в принципе, основные русскоговорящие регионы. Мой опыт торговли в целом в трейдинге составляет порядка 7 лет. То есть, на данном вебинаре и на всех обзорах, которые я провожу, я делюсь уже непосредственно своим опытом, на который я, в первую очередь, ориентируюсь, исходя из всех курсов, которые я провожу и всех обзоров, которые мы вместе делаем. Итак, коллеги, напишите, пожалуйста, есть ли у нас участники, кто впервые на сегодняшнем вебинаре. Поставьте цифру 1, кто присутствует здесь в первый раз, и я расскажу пару слов о том, какая структура у нас происходит, в каком режиме мы работаем. Да, вот вижу Дмитрий. Данный вебинар посвящен тому, если резюмировать то, о чем мы будем сегодня говорить и несколько рассказать вперед. Мы с вами посмотрим основные инструменты, валютные пары, индексы, некоторые сырьевые инструменты, для того, чтобы понять, в какой стадии движения сейчас находятся цены и какие перспективы по этим движениям у нас впереди могут быть. Но рынок, он может меняться постоянно. То есть, данный вебинар у нас проходит раз в неделю. Фактически мы можем обозначить цели на предстоящую неделю. Но для того, чтобы вы всегда были в курсе, я записывал видеообзоры, которые публикуются на сайте Admiral Markets, либо на нашем YouTube-канале. Также они доступны в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, к примеру. Поэтому сейчас я приложил ссылки, по которым я рекомендую вам перейти и познакомиться. Во-первых, подписаться на YouTube-канал, подписаться на ссылку ВКонтакте, для того, чтобы получать всегда своевременные уведомления о новых видеообзорах, о вебинарах, которые выкладываются в записи, и приложил свои контакты для связи, потому что режим нашей работы подразумевает то, что у вас могут появляться вопросы. То есть, это не вебинар, который проводится один раз. Этот вебинар у нас по данной тематике идет уже, я думаю, что около года, возможно, чуть больше. Точный срок, когда я его начал проводить, честно говоря, сейчас уже не вспомню, но около года точно идет данный вебинар. И на всем этом протяжении существует большое количество участников, кто посещает этот вебинар постоянно, и постоянно появляются вопросы, связанные с методом анализа Price Action, в целом со способами анализа рынка. И я постоянно получаю данные вопросы, ответы на которые мы обсуждаем в рамках нашего данного вебинара. Поэтому для тех, кто присутствует впервые, имейте в виду, я всегда открыт для вопросов, для коммуникаций, со всем, что касается трейдинга, условий работы с Admiral Markets. Поэтому мои контакты сейчас перед вами, почта, скайп, любым удобным способом это можно делать. И если у вас возникнет вопрос после нашего сегодняшнего вебинара, он может возникнуть исходя из способа анализа рынка, из методов анализа рынка, методов сопровождения сделки. То есть абсолютно на любую тему, связанную с трейдингом. Пожалуйста, мне о нем напишите и обязательно на следующем вебинаре мы его более подробно уже разберем. Ну и перед началом нашего вебинара, прежде чем мы, перед тем, как мы перейдем уже непосредственно в Миндатрейдер, будем смотреть более подробно предупреждения о рисках. Все то, о чем я говорю на этом вебинаре или на любом другом является моим субъективным мнением, что касается трейдинга. Я стараюсь с вами делиться непосредственно своими наработками. Но то, о чем мы с вами говорим, не может являться прямой рекомендацией к действию. Я думаю, что каждый из вас это должен понимать. В любом случае, окончательное принятие решения по входе в сделку или выходе сделки, оно относится к каждому из трейдеров уже непосредственно. Хорошо, тогда для того, чтобы нам уже перейти, собственно, к сути нашего дела, надо посмотреть, что у нас происходит на рынках. Сейчас я запускаю Метатрейдер и поставьте, пожалуйста, плюс, что… …поставьте, пожалуйста, плюс, что вот сейчас, например, пара евро-доллар, вы ее перед собой видите. Хорошо, давайте начнем с пары евро-доллар и, собственно, посмотрим, что у нас по данному активу, по данному инструменту продолжается и есть ли что-то интересное. Но, безусловно, что-то интересное есть. Важно отметить то, что тенденция основная у нас все так же остается на укрепление, да, на укрепление евро по отношению к паре, по отношению к американскому доллару. И, фактически, сегодня мы доходили уже до среднесрочного уровня, до среднесрочной цели в области, в которой мы видим, в области 1.12.71 – это максимум, который был в ноябре прошлого года. Фактически тренд продолжается на укрепление. Мы это видим, исходя из постепенно повышающихся минимумов, которые мы обозначили ранее и, собственно, следующий импульс ухода выше отметки 1.10. Это подтверждает, что мы можем увидеть в ближайшей перспективе на текущий момент. Так как цена подходит, практически уже вплотную подошла к довольно-таки серьезному уровню сопротивления, то в ближайшей перспективе мы можем увидеть по данной паре коррекцию. Это не значит, что она началась сейчас. Сейчас мы поговорим о том, как ее можно отследить, как можно увидеть. Для того, чтобы войти уже, к примеру, по данному активу, в тот момент, когда коррекция завершилась, по более интересной цене. Потому что покупать по самым максимальным ценам всегда, согласитесь, не самое интересное для трейдера. Поэтому, если мы перейдем уже на более мелкий таймфрейм, важно всегда отслеживать локальные уровни, при прохождении которых уже на том таймфрейме, который вы отслеживаете, вы сможете понимать, что тенденция начинается примерно на понижение или на укрепление. В данном случае по паре евро-доллара я хочу отметить уровни, которые находятся в области 1.1077. Это, в первую очередь, минимум, который был 18 мая. На текущий момент. Почему мы берем именно данный уровень? Потому что он является коррекционным. Фактически мы увидели импульс, который предшествовал данному уровню, затем мы увидели коррекцию, минимум, которую мы сейчас можем обозначить по этому значению. И следующий импульс, который уже показывает нам обновление локального максимума, с которого пошла коррекция. Соответственно, данный уровень является значимым для того, что если цена уходит ниже данного значения, то тенденция на том таймфрейме, который мы отслеживаем, в данном случае этот часовой таймфрейм, уже может пойти на понижение. То есть может начаться нисходящее движение по данной паре, по данному инструменту. Фактически сейчас по паре евро-доллар этот уровень находится в области 1.1095. То есть фактически 160 пунктов от текущей цены. Опять же, что это нам говорит? К примеру, если вы хотите открыть сделку на покупку, то есть тренд у нас идет восходящий, уже довольно-таки продолжительный промежуток времени вы хотите открыть сделку на покупку. Вот стоп-лосс целесообразно ставить именно за этот уровень, потому что если цена уйдет ниже данного значения, то тогда уже нет смысла держать сделки на покупку, прошу прощения, по данному инструменту. Соответственно, коррекционный уровень должен вам в первую очередь быть полезен тем, что за него вы можете убрать ваш защитный ордер, ваш ордер стоп-лосс. Потому что еще раз повторюсь о том, что стоп-лосс он должен сработать только в том случае, если держать позиции смысла уже нет, то есть держать убыток уже смысла нет. А в данном случае по паре евро-доллар мы его можем отметить именно пока на данных значениях в области 1.10. Важно посмотреть, как закроется торговый день. У нас был сформирован локальный минимум уже сегодня, но пока день не закрыт, мы переместить его выше не сможем. Но, собственно, коррекции, которые предшествовали росту, пока еще не было. Фактически мы видим, что на протяжении последних 400 пунктов, которые прошла пара евро-доллар, коррекцию мы видели 18-19 мая. То есть важный уровень находится здесь. И именно если цена проходит, то, что мы обозначали на более крупном таймфрейме, для того, чтобы понять то, о чем я говорю, давайте посмотрим вот таким углом. То есть для нас наиболее интересно в каждой сделке заплатить адекватную цену, адекватную стоимость за наш вход. Если мы говорим о сделке на покупку, то здесь есть два варианта, которые стоит отсреживать. Либо вариант коррекции, тогда мы покупаем в области 1.08, 1.07, 1.06, неважно, но по более низкой для нас цене. Либо уже после пробития отметки 1.12, после закрепления за этим уровнем и опять же, когда цена начинает двигаться в сторону основного тренда. Так вот, давайте разберем пример, если цена уходит за отметку 1.1060, за 1.1070, то тот уровень, который мы отметили ранее. То есть у нас есть более крупный тренд, более крупный таймфрейм. Для нас тенденция на покупку, собственно, останется таковой до тех пор, пока цена находится выше, в данном случае среднесрочный уровень, я бы отмечал как раз в область 1.0845. То есть пока мы снижаемся к 1.0845, это еще не меняет общей тенденции на рынке. То есть фактически, чем ниже мы сможем купить до того, пока цена не прошла 1.0845, минимум, который был 12 мая, то для нас эта цена будет наиболее интересной. Соответственно, уже на более мелком таймфрейме. Если мы с вами видим, что цена начинает двигаться по направлению вниз, но остается выше данного значения, то завершение коррекции вблизи уровня 1.08 и дает нам возможность присоединиться по данной паре, по данному инструменту максимально интересной для нас цене. То есть мы входим в сторону основного тренда в тот момент, когда заканчивается коррекция и она начинает двигаться в сторону тенденции основного. Фактически то же самое мы видели и отслеживали в начале мая. То есть у нас рынок ушел в коррекцию, затем мы завершили это коррекционное движение выходом и с тех пор цена прошла порядка 400 пунктов в сторону основного движения, в сторону основного импульса. То есть всегда, если вы отслеживаете сделку в сторону тренда, то важно выбирать ситуацию, по которой вы войдете непосредственно по тренду. Если вы входите в контртренды, то есть работать на коррекциях также можно, то одна из рекомендаций – уменьшайте риск, уменьшайте риск на ту позицию, которую вы открываете. Поэтому по паре евро-доллар вблизи отметки 1.12 вероятность коррекции становится все выше и выше. И вполне вероятно, что мы получим данную коррекцию в ближайшее время. Но, собственно, использовать эту возможность мы сможем для присоединения на покупку уже по данному инструменту и дальнейшему импульсу на укрепление евро. Поэтому, резюмируя пару евро-доллар, скажу то, что тенденция продолжает идти именно на укрепление, пока никаких предпосылок на ее изменения у нас не было и нет. Следующий актив, следующий инструмент. Вот сейчас вернусь в чат, вижу вопрос от Александра. Почему мы не можем открыть продажу от сопротивления 1.300? Это очень хороший вопрос. Я сейчас вернусь к паре евро-доллар. Давайте отметим область 1.300, чтобы я смог отметить на ваш вопрос. И я расскажу, чем я буду 1.300. Уточните, пожалуйста, вы имели в виду 1.13 или все-таки 1.300? Потому что 1.300 это то, где мы можем не оказаться еще несколько лет, вполне вероятно. Скорее всего, Александр, вы имели в виду... Да, 1.13. Один момент. И возвращаемся уже на, к примеру, 4-часовой таймфрейм. Это вот, Александр, спасибо вам большое за вопрос. Отличный вопрос. Это тот уровень, где у нас сейчас цена остановилась. Вот важный момент здесь нужно учесть. То, что тренд у нас идет восходящий. И насколько длинной будет коррекция и будет ли она в принципе, мы еще пока не знаем. Вот давайте вернемся на несколько лет назад. То есть логика состоит в том, что открывая, к примеру, сделки при подходе к тем или иным уровням, мы в какой-то определенный момент времени могли получать движение коррекционное, пока рынок нам этого давал. Но, обратите внимание, уровень был довольно-таки сильный. Уровень 1.20. И то, как себя ввела цена в начале 2015 года. То есть фактически она его никаким образом не отметила. Коррекции здесь никаких не было. В данном случае мы его прошли. И как бы вы здесь действовали? Вот очень большой вопрос возникает. Потому что для меня вот работа от уровня, в том числе поставить отложенный ордер на то, чтобы войти вот именно от какого-то уровня, как, к примеру, 1.13, она не имеет никакого смысла. Потому что тренд, если у нас идет на повышение, то, собственно, и сделки будут наиболее эффективны как раз в направлении этого тренда. Если говорить о начале коррекционно-нисходящего движения, то есть на то, что цена пошла отбиваться от этого уровня, нам нужно получить подтверждение. И в данном случае подтверждением на нисходящее движение у нас пока единственный уровень, который я могу отметить по паре евро-доллар, это отметка 1.10. То есть если у нас 1.10 будет пройдено, это то, что сейчас локально, на текущий момент, то тогда можно сказать, что коррекция, по крайней мере я смог сказать, что коррекция от уровня 1.13 началась, да, цена прошла порядка 200 уже пунктов. Но в рамках текущего тренда, текущей тенденции, это будет вполне оправдано. То же самое, да, вот был, к примеру, уровень поддержки в области 1.08. То есть, на мой взгляд, просто ставить отложенный ордер или начинать покупать вблизи этого уровня 1.08 не самое перспективное решение. А вот в тот момент, когда цена начинает уже двигаться в сторону основного тренда, то есть то, что мы видели собственно 12 мая, во-первых, нам дает хорошую точку для присоединения, то есть у нас стоп-лост получается порядка 60 пунктов, и мы уже получаем подтверждение, что вот сейчас цена начинает двигаться в эту сторону. Вот какой основной принцип, то, на что важно обращать внимание. Вот вопрос от Максима. Вопрос заключается в том, смотрю ли я более крупные тренды, более крупные таймфреймы. Да, конечно, всегда важно определять те таймфреймы, на которых вы, во-первых, у нас идет основная тенденция долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная, то есть краткосрочная, я называю тот таймфрейм, на котором вы принимаете решение. Это может быть 15-минутный, может быть часовой, как у меня, к примеру. Но для того, чтобы понять, куда движется цена в данном случае, то есть мы можем посмотреть три таймфрейма. То есть день, мы видим, что у нас дневной таймфрейм идет восходящий, четырехчасовой таймфрейм также идет восходящий, но здесь не столь информативен, как, к примеру, по другим инструментам. И часовой таймфрейм, который нам дает понимание, где же нам более интересно присоединиться по тому или иному инструменту и какую технику использовать для входа непосредственно, то есть где мы получаем сигнал на вход в рынок. Поэтому да, безусловно, здесь нужно использовать несколько таймфреймов и это всегда для вас будет давать более полную картину, потому что когда трейдер преработает только на 15-минутный таймфрейм, то очень часто можно пропустить то, что тренд в долгосрочной перспективе, к примеру, поменялся и имеет смысл перестроить видение и на более мелком таймфрейме. Хорошо, переходим к следующей паре, пара британский фунт. Собственно, здесь картина довольно-таки похожа, как сейчас вы видите, я также перехожу на дневной таймфрейм. Уровни 1.27 были преодолены в апреле этого года и основная тенденция также у нас сохраняется на укреплении британского фунта. Ну, на мой взгляд, весь тот негатив, который был в прошлом году на фоне выхода Великобритании из Евросоюза, то есть, на мой взгляд, цена его уже весь в себя впитала. И сейчас с течением того, как будут приниматься решения по наиболее эффективному выходу из Великобритании, из Евросоюза, британский фунт будет отыгрывать тот негатив, который, собственно, был получен. Это мой взгляд. И на текущий момент тенденция на укрепление британского фунта, она также продолжается, подтверждение чему мы, собственно, видим на графике. Начали мы с дневного таймфрейма, видим, что тенденция идет на укрепление. И уже на более мелких таймфреймах среднесрочный уровень у нас находится в области 1.28 минимум первой половины мая, примерно 11-12 мая. Ну, и если говорить о тенденциях краткосрочных, то ближайший коррекционный уровень по данной паре, который мы можем отметить, все еще находится в области 1.28.60. То есть, это тот уровень. Это тот уровень, до которого была коррекция, затем следующий импульс. И фактически импульс у нас доходил до отметки 1.30. Затем на прошлой неделе мы видели снижение 18 мая до отметки 1.28. Так вот, данный коррекционный уровень мы сможем переместить в том случае, сделать его именно так, когда цена обновит локальный максимум. То есть, пока мы этого не видим, пока этого не произойдет, на мой взгляд, ближайший коррекционный уровень по данной паре, он все еще остается на отметке 1.28.64. Еще раз напомню, что коррекционный уровень это тот уровень, который нам может говорить, сказать о начале, как в данном случае, нисходящего движения по данной паре. То есть, фактически, если откроют сделку на покупку по британскому фунту, то стоп-лосс должен стоять здесь. На текущий момент это порядка 150 пунктов. Ситуация не самая интересная, но в тот момент, когда рынок корректировался к данному уровню, работа по атлам могла себя вполне оправдать. Либо поиск уже альтернативных инструментов для входа по данной позиции. Но сейчас здесь фактически ничего не меняется. Тренд на укрепление, а ближайший уровень 1.28.60. Еще вопрос от Александра. Вижу, что до среды цена будет тянуться к 1.13. В среду новостной фактор и решить пробой или откат. Соглашусь с вами, пользуясь случаем, приглашу вас на вебинар моего коллеги Фредерика. Фредерик Даниэль, он как раз специализируется на фундаментальном анализе и для него фундаментальные предпосылки, которые влияют на финансовые рынки, они являются более важными. Поэтому все, что касается, все, что относится к фундаментальному анализу, регистрируйтесь на вебинар, который пройдет завтра в 20.30 по Москве. Я приложу также ссылку сразу же на него в чат. И Фредерик более подробно расскажет о фундаментальных факторах, о новостях, которые могут повлиять в среду на пару евро-доллара. И вы сможете задать ваши вопросы в этом отношении, в этом ключе. продолжаем дальше. Пара австралийский доллар, американский доллар. Давайте посмотрим также более крупный таймфрейм, что же у нас происходит здесь. Тут имеет смысл отслеживать, также начать с дневного таймфрейма, для того, чтобы понять, куда движется цена. Во-первых, мы с вами видим, что в этом году, в несколько раз и в прошлом году цена не может пробить отметку 77.32 по австралийцу. Уровень довольно-таки значимый. Собственно, то движение, которое началось у нас в марте этого года, оно является движением от данного уровня. То есть тенденция на текущий момент идет нисходящая в среднесрочной перспективе. И в данном случае мы отслеживаем 4-часовой таймфрейм, который в данном случае является более информативным для нас. Важный уровень по данному движению находится на максимуме, который был 2 мая, в значении 0.7555. И именно если цена преодолеет данное значение, данную отметку, тогда мы можем говорить о том, что тенденция в среднесрочной перспективе также начинает двигаться в сторону основного более крупного таймфрейма. То есть начинает австралийца расти против американского доллара. Пока мы находимся ниже, то основной приоритет также остается сделком на понижение. Поэтому в рамках уже более мелкого таймфрейма важно отметить то, что тенденция краткосрочная. У нас идет сейчас в разрез более крупного среднесрочного таймфрейма. Восходящее движение мы отмечаем с 12 мая. После того, как преодолели максимум в области 73.98, тенденция на текущий момент также идет на укрепление. И для того, чтобы осматривать возможности входа в сторону по текущей тенденции, по текущему тренду, то ближайший уровень, который имеет смысл отслеживать, находится в области 0.7414. Минимум, который был на прошлой неделе, в пятницу 19 мая. Соответственно, давайте на примере австралийца разберем, как данный подход может работать. Данный уровень у нас обозначен тем, что он является коррекционным. То есть у нас была коррекция и сегодня, в сегодняшнем движении данный максимум был обновлен. Что, собственно, подтверждает модель коррекция импульс. Соответственно, как мы с вами только что отметили, на 4-часовом таймфрейме основная тенденция идет нисходящая. Соответственно, и приоритет в данном случае, пока мы находимся ниже отметки 75.55, имеет смысл отдавать сделкам на продажу. Соответственно, что нам необходимо сделать для того, чтобы присоединиться по данному движению, по данной паре на продажу? Нам необходимо увидеть следующее. Цена уходит ниже отметки 74.40, собственно, закрепляется ниже этого уровня и дальше мы уже получаем сигналы на присоединение на продажу по данной паре. У нас есть уровень стоп-лосс, который мы сможем использовать максимум, к примеру, в сегодняшней торговой сессии, если все будет развиваться в данном сценарии. Он может быть смещен на несколько дней. Я сейчас показываю общую модель, которую мы можем ожидать от рынка и которую сможем использовать. Ключевое здесь будет то, что цена уходит ниже локального минимума. Сейчас сделаю другим цветом, чтобы было лучше видно. Цена уходит ниже локального минимума, его обновляют и фактически мы получаем сигнал на то, что коррекция, восходящая по австралийскому доллару, завершилась и рынок может двигаться и впереди мы можем ожидать движения уже нисходящей, то есть в сторону основного тренда, в сторону основной тенденции. Еще раз перейдем в 4-часовой таймфрейм. Ближайшая цель по данной ситуации это обновление минимум в области 73.28. Ну а дальше уже как цель максимума это движение в область 71.60. То есть тут также цели важно ставить заранее и их определять для себя. Можно не ставить take profit в принципе, то есть мы об этом тоже говорим на наших вебинарах, то есть здесь по крайней мере нужно сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за ценой. То есть и выходить из сделки по стоп-лоссу в тот момент, когда собственно нет смысла ее уже держать в рамках текущего импульса. Поэтому, что касается австралийца, в тот момент, когда мы увидим сигнал на завершение нисходящего, когда мы увидим сигнал на завершение восходящего коррекционного движения, уже важно будет оценить соотношение риск-прибыль, то есть насколько оно будет интересно. Если оно будет иметь вид один к одному, то есть к примеру входить вот сразу же в момент пробоя и ставить цель take profit на уровень 73, это будет не столь интересно, потому что мы будем рисковать примерно той же суммой, которую можем и заработать. Но в том случае, если цена, к примеру, мы видим, начинает корректироваться, то вход, к примеру, от отметки 74.55 с целью 73.23, с целью порядка 130 пунктов и стоп-лоссом порядка 40 пунктов, уже дает наиболее больше интереса к данной сделке. То есть сделку тоже нужно выбирать. В данном случае по австралийцу ближайший уровень, которым я могу обозначить, это минимум пятница. Как закроется сегодняшний день и как откроется, в первую очередь, тихоокеанская сессия для австралийца будет очень показательной. Сейчас в краткосрочной перспективе мы растем, но основная тенденция идет на понижение, поэтому сделки на продажу, которые будут появляться по данному инструменту, до тех пор, пока мы не ушли выше 75.49, будут все-таки в приоритете. Идем дальше. Пара американский доллар, канадский доллар. Отслеживая более крупный таймфрейм, в том числе таймфрейм дневной, мы с вами видим ситуацию того, что цена по паре американский доллар, канадский доллар обновила максимуму 1.3597. Того фактически бокового движения, которое мы видели на дневном таймфрейме, прошли данную отметку. И данная ситуация может нам говорить о том, что основная тенденция, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 1.32, будет являться на укрепление. Соответственно, сейчас, перейдя уже на более мелкий таймфрейм, мы видим, что тенденция идет краткосрочно на снижение. То есть она, опять же, идет против основного тренда. И здесь, если вы будете работать по данному направлению, то есть против основного тренда, то имеет смысл уменьшать риски, входя в данную позицию. Мы с вами отслеживали на прошлой неделе, рассматривая ситуацию, при которой смотрели начало нисходящего движения, то есть уход ниже отметки 1.3642, и перемещали стоп-лосс за максимум 16 мая. Видим, что буквально 10 пунктами цена его обновила, но тем не менее сделка по стоп-лоссу здесь в данном случае могла бы и закрыться. Ну и важно помнить о том, что данная сделка, она в любом случае была против основного тренда, поэтому риск нужно использовать меньший при подобных ситуациях. После ухода ниже, уже после ухода ниже отметки 1.3571, мы получаем следующий импульс на продолжение нисходящего тренда. Соответственно, сейчас уже коррекционный уровень по данной паре находится в области 1.3670, то есть на текущий момент это порядка 160 пунктов от текущей цены. Опять же, если говорить о продаже, вот прямо здесь и сейчас, то стоп-лосс целесообразно и разумно поставить вот именно сюда. Если цена скорректируется, то уровень стоп-лосса у нас останется фактически на прежнем уровне, пока цена торгуется ниже данного значения. Но важно соотносить то, где коррекция может завершиться, потому что в данном случае, по данной паре, на мой взгляд, сделки на пока покупку будут наиболее интересны до тех пор, пока канадец торгуется выше отметки 1.32. Уже после преодоления этого уровня данный сценарий можно будет пересмотреть. Ну и для того, чтобы вы могли использовать сделки на контртрендовые, уменьшайте риск, уменьшайте процент, уменьшайте объем. И тогда вы сможете работать и, собственно, контртрендово. Сейчас, коллеги, буквально одну минуту. Продолжаем. Пара, американский доллар, японская иена. Опять же, начинаем с дневного таймфрейма для того, чтобы понять, в какой стадии мы сейчас находимся. И фактически то, что мы отслеживали, уже начали отслеживать на прошлой неделе, мы с вами видим, что ближайший коррекционный уровень по данной паре, по данному активу находится в области 115.37 максимум, который был показан в середине марта этого года. То есть, фактически, пока мы торгуемся ниже данного значения, то основной тренд идет на понижение. Уже то, что мы отслеживали на прошлой неделе, как раз является примером завершения коррекционного движения, как, к примеру, вы сейчас смотрели по Австралии. То есть, коррекция была довольно-таки большая, порядка 600 пунктов. Но, тем не менее, она была коррекцией в рамках более крупного тренда, более крупного таймфрейма, если мы отслеживаем. Безусловно, можно было работать также и на повышение, но держать в голове то, что основная тенденция пока еще сохраняется именно на снижение. И, фактически, на прошлой неделе, сейчас еще раз посмотрим, когда это было, сигнал был получен 12 мая, у нас это было позапрошлой недели, о том, что тенденция на укрепление коррекционная, она практически завершилась. То есть, вот с этих уровней уже имеет смысл начинать открывать сделки на продажу, то есть, по направлению исходящего тренда. И ближайший коррекционный уровень, то есть, собственно, уровень стоп-лосс был отмечен за локальный максимум в области 114.41. На текущем моменте мы видим, что тенденция продолжается, прошли уже порядка от уровня открытия порядка 250 пунктов. Это значение уровня в области 109, это примерно область марта этого года, где цена была, прошу прощения, апреля. Соответственно, соотношение риск-прибыль в данном случае было порядка 1 к 5, то есть, рискуя 1% в сделке, вы заработать можете 5%. Что теперь у нас идет по сопровождению данной сделки? Я думаю, что многие из вас обратили внимание, кто смотрит обзоры, то, что практически стоп-лосс находится вблизи входа, вблизи точки входа. Это оправдано, на мой взгляд, для данной сделки по той простой причине, что пока на протяжении последней недели у нас коррекционных уровней не было сформировано, для того, чтобы можно было перенести его максимально близко. И так как цель довольно-таки большая, то важно как раз данную ситуацию отслеживать. Когда, при каких условиях я перенесу стоп-лосс, к примеру, дальше за максимум, который у нас был на прошлой неделе, 18 мая? Как вы считаете? Давайте небольшую проверку того, что мы сейчас с вами обсуждали. Как вы считаете, когда будет разумно переместить стоп-лосс за тот уровень, который сейчас обознаете в желтой линии? Напишите, пожалуйста, буквально в словах, так как вы это понимаете, потому что это очень важно, как обратная связь, восприятие того, что мы с вами делаем в ходе наших вебинаров. Вот появилось у нас два варианта, Роман пишет пробитие 110, Ольга пишет пробитие 108. Какие еще варианты есть? Пробитие 110, Ольга пишет Дмитрий. Хорошо, давайте посмотрим. В данном случае ближайший уровень, с которого у нас началась коррекция, я сейчас отмечу именно его, он находится в области 110. Сейчас я попробую посмотреть, где у нас находится область 108. Ольга, вот обращу ваше внимание, что, в принципе, по значению 108, в данной ситуации, в данном случае, у нас стоит уже тейк-профиль. То есть, в принципе, если она его пробьет, то сделка и закроется. То есть, нам стоп-лосс уже смысла переносить не будет никакого, потому что она будет закрыта. После пробития этого уровня уже мы сможем искать новые точки для присоединения, то есть по ходу движения. Область 110 как раз является, да, вот, Роман, я понимаю, что вы просто приблизительно назвали, но имели в виду, скорее всего, эту же точку 110.25. То есть, тот минимум, с которого у нас коррекция и началась. Вот я сейчас обозначу, то есть, вот у нас идет импульс, дальше идет коррекция. То есть, вот, фактически, коррекция, точка, в которой коррекция завершилась и за которой мы сможем поставить стоп-лосс, мы ее сможем использовать только в том случае, когда у нас пробивается данный уровень, данная точка. В данном случае это область 110, поэтому в данной ситуации, по данной паре, целесообразно, на мой взгляд, будет переносить стоп-лосс за отметку 111 в том случае, когда мы увидим следующий импульс за 110.25. И вот таким образом уже будем отслеживать дальнейшую ситуацию. Многие задавали вопросы по поводу частичного закрытия, и вот здесь важно помнить о том, что для трейдера важно, получается, да, фиксировать прибыль в какие-то определенные моменты. То есть, цена прошла порядка 250 пунктов, и движение довольно-таки серьезное. Если цена, например, пойдет дальше вверх, то есть, в какой-то момент интернесс может развернуться, да, ситуация на рынке поменяется, мы получим, к примеру, пусть стоп-лосс находится достаточно близко к точке для входа, но мы фактически не получим половину того движения, которое у нас было, да, то есть, которое мы могли закрыть, то есть, 250 пунктов плюс. Я, со своей стороны, рекомендую, как один из способов использовать метод частичного закрытия. То есть, к примеру, когда вы видите, что у вас цена прошла, к примеру, 250 пунктов, до цели остается еще примерно половина, тем более, если цель, она... составляет там порядка 470-500 пунктов, да, это довольно-таки большое движение, то используйте частичное закрытие. Как это работает? Вы можете нажать на ваш ордер, система вас спрашивает изменить ордер, да, вы выбираете... Вы выбираете, должен стоять рыночное исполнение и выбираете просто тот объем, который вы, к примеру, хотите закрыть. То есть, я вот сейчас поставил, для примера, 1 сотая лота и нажимаю, вот у меня сразу же кнопка закрывает ордер, написано, что закрыть 1 сотую по паре доллар-иена, да, закрыть по рынку. Я ее закрываю, соответственно, часть прибыли у меня уже фиксируется, но в работе остается 75% от сделки, да, то есть объем 0,03. То есть, если она пройдет дальше, то, значит, мой объем, мой плюс увеличится еще больше, но я уже какую-то определенную часть для себя зафиксировал. Вот этот способ, вот этот прием, возьмите для себя также на вооружение. Ну, дальше, соответственно, уже будем смотреть, как по паре доллар-иена будет развиваться ситуация и какие интересные будут по ней моменты. Смотрим дальше. Пара евро-фунт. Евро-фунт продолжает свое восходящее движение. Мы сегодня обновили максимум прошлой торговой недели, соответственно, тенденция на укрепление в среднесрочной перспективе у нас остается в приоритете. Если говорить о покупках в перспективе долгосрочной, то здесь паре нужно уйти выше, как минимум, отметки 87.92, максимум, который был в марте этого года. То есть движение, оно напоминает здесь треугольник, да, то есть мы движемся в каком-то определенном диапазоне. Хоть и выход из треугольника, который мы видели в апреле, да, не так давно, обновление минимумов 84.08, не смогла цена уйти ниже отметки 83.18, вернулись в этот же диапазон и сейчас важно отслеживать движение в среднесрочной перспективе по данной паре. Ну и, собственно, вы видите, что евро растет более активно, чем британский фунт. То есть, ну и, собственно, это отражается на данном инструменте, на данном активе. Поэтому ближайшая цель по данному движению у нас находится в области 87.76. Если мы уходим выше, то тенденция на укрепление евро, вероятно, будет продолжаться по всем фронтам. Что касается локальных уровней по данной паре, то я, со своей стороны, их могу отметить на минимуме, который был на прошлой неделе, четверг, это значение 85.20. То есть, также коррекционный уровень против данного восходящего движения. Сейчас вот еще красный, чтобы у нас все было одним цветом. Соответственно, пока пара торгуется выше данного значения, то тенденция в краткосрочной перспективе остается на укрепление. Смотрим дальше. Индекс DAX. По индексу DAX на прошлой неделе мы видели уход ниже отметки 12.665. То есть, начало краткосрочного нисходящего движения. Напомню, что индекс DAX обновил буквально чуть меньше двух недель назад исторические максимумы. Очень часто, когда цена доходит до исторических максимумов, их обновляют. Мы можем видеть коррекцию. Ну, собственно, мы ее и увидели. Но она была не такой затяжной, как могла бы быть. Но, тем не менее, рассматриваем то, с чем можно работать сейчас. По индексу DAX мы увидели на прошлой неделе уход ниже минимумов 12.666. И начало, собственно, тенденции нисходящей в краткосрочной перспективе. Что мы увидели в конце торговой недели. У нас был зафиксирован локальный максимум. Максимум находится в области тех значений, которые были максимально 18 мая. 12.642. Сегодня мы видим закрепление за данными значениями. Что, в свою очередь, нам может говорить о начале краткосрочного восходящего движения с ближайшей целью в области 12.841 по индексу DAX. Вот если обозначить на текущий момент, то есть у нас есть уровень риска, то есть значение рисковоистотворяющего и есть ближайшая цель. Сейчас сделаю ее цветом зеленым. То есть, фактически все, что дает нам возможность купить в данной зеленой зоне, оно в перспективе нам может привести порядка 220 пунктов по данному активу. Потенциальный риск порядка 130 пунктов. На мой взгляд, соотношение не самое интересное, не самое перспективное. И по индексу DAX было бы более интересно войти на покупку, но с более затяжной коррекцией. Тут уже все зависит от рынка, как ситуация будет развиваться. Пока соотношение не самое интересное для того, чтобы открывать ситуацию на покупку, тем более с максимальным риском. То есть, если риск уменьшить, там, к примеру, до 30%, до 25%, то тогда, как один из элементов диверсификации вашего портфеля, то имеет смысл также присмотреться к данному инструменту. Золото. Продолжаем двигаться по области 1300 долларов за тройскую унцию. В краткосрочной перспективе мы также растем. Ближайшая цель, как цель, минимум, это обновить значение 1264. Уже дальше после этого открывается дорога на 1300. В рамках часового таймфрейма ближайший коррекционный уровень, опять же, по данному инструменту, имеет смысл отслеживать в области 1228 долларов за тройскую унцию. Переместить его уже на данный уровень, на 1245, мы сможем после обновления локальных максимумов. То есть, обновление отметки 1265 долларов за тройскую унцию в краткосрочной перспективе и в среднесрочной. Золото продолжает рост, свою тенденцию на укрепление. Нефть марки Brent также продолжает вторую неделю своего восходящего движения, которое началось 10 мая. То есть, завершение нисходящего движения мы отмечали и начало тенденции восходящей. Ближайший коррекционный уровень по данному инструменту находится в области 50.97 долларов за баррель нефти марки Brent. В среднесрочной перспективе и в краткосрочной тенденции остаются на укрепление. Ну и завершим наш сегодняшний вебинар, наш сегодняшний обзор индексом доллара. По индексу доллара мы видим продолжение нисходящей тенденции, которая также началась в начале первой половины мая. Примерно 12 мая мы отмечали первые предпосылки его начала и с тех пор уже цена дошла до отметки 96.85, где она торгуется сейчас. Ближайший разворотный уровень по данному инструменту я могу отметить по значению 98, максимум, который был зафиксирован на прошлой неделе, в четверг 18 мая. Пока торгуемся ниже данного значения, тенденция на ослабление индекса доллара также будет нисходящей. Итак, коллеги, по всем основным инструментам, которых я хотел с вами сегодня обсудить, я рассказал. Если у вас есть еще вопросы, которые хотелось бы задать, то буквально 1-2 минуты. Пожалуйста, напишите ваши вопросы, напишите их в чат, чтобы мы смогли об этом поговорить в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Ваши вопросы будут более... Точнее, я понимаю, что вопрос может появиться чуть позже, да не прямо сейчас, а уже во время того, как вы будете анализировать рынок завтра, послезавтра и в какой-то определенный момент времени. Поэтому мои контакты для связи я еще раз дублирую, моя почта, мой скайп. Поэтому любые вопросы, которые возникают, пишите мне, пожалуйста, на почту. И я ваши вопросы включу в наш следующий вебинар, который состоится в следующий понедельник, также в 19.30. Запись вебинара появится завтра в первую половину дня на нашем YouTube-канале. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошей торговой недели. Увидимся уже на наших следующих видеообзорах, на наших следующих вебинарах. И со многими участниками мы увидимся на курсе персональной инвестиции, который стартовал буквально сегодня в 19.30. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...